Регионы Приволжского федерального округа должны становиться все более привлекательными для гостей. Развитие внутреннего и въездного туризма – ключевая тема прошедшего в Казани заседания Совета при полномочном представителе президента России. Регионы округа всегда рады гостям. За последние годы туристический поток в субъекты ПФО значительно вырос, но и потенциал еще большой. Как его реализовать, обсуждали в расширенном составе. Очередное заседание Совета прошло в Казанской ратуши. Развитие туризма в числе приоритетов. От этой сферы зависит и рост экономики. Только в прошлом году регионы округа посетили порядка 15 миллионов гостей. А это доходы перевозчиков, гостиницы и объектов общепита. В итоге от растущего турпотока в бюджеты субъектов Приволжья поступило более 590 миллионов налогов. Рекордная сумма. Изменен подход к управлению сферой туризма. Полномочия по выработке государственной политики в данной отрасли переданы в Минэкономразвитие России. В конце сентября текущего года утверждена стратегия развития туризма Российской Федерации на период до 2035 года. Перед властями субъектов стоят масштабные задачи. В Ростуризме для регионов разработана целевая программа. Нам нужен целый ряд системных мер для перезагрузки отрасли. Поэтому ответ на ваш вопрос, да, развивается. Достаточными ли темпами? Нет, конечно. Чтобы развивать туризм, необходима инфраструктура. Хорошие дороги, гостиницы, интересные объекты. Рост спроса на экскурсионные поездки в глубинку дал толчок производству новых моделей автобусов. Такие, к примеру, выпускают в Ульяновской области. А вот специальные модификации внедорожников для экстремальных туров. На правах принимающей стороны за руль машины сел и глава Татарстана Рустам Мениханов. Глава Чувашии отметил, что регионам, расположенным на Волге, и туризм необходимо развивать совместно. Более 60 тысяч гостей в прошлом году в республику приехали по круизным путевкам на теплоходах. По прошлому году рост составляет посещение туристов Чувашской республики на уровне 5%. Это тоже неплохо. По прошлому году мы приняли более 400 теплоходов. Здесь тоже рост идет. В рамках федеральной программы в республике создают рекреационный кластер «Чувашия. Сердце Волги». На реализацию проекта заложено порядка 2 миллиардов рублей. Также в регионе развивается медицинский и событийный туризм. Хотим дальше, чтобы мы развивали промышленный туризм, касаясь уже федерального проекта оздоровления Волги. Поэтому надо найти еще предпринимателей, инвесторов. За последние годы в регионах округа выросло количество туристических компаний, возведены новые гостиницы, базы отдыха. В числе приоритетных задач подготовка квалифицированных специалистов, улучшение сервиса, строительство современных круизных судов. Стоимость строительства новых круизных и пригородных судов в России составляет от 100 миллионов до 2,5 миллиарда рублей. Необходимо рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта. Красивая природа, богатая история, традиции регионов. Все это потенциал для развития туризма. Чтобы устранить существующие барьеры, члены Совета ПФО предлагают ввести поправки в федеральный закон. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Казани.